Эй, ё, бро, а также переходи на мой второй канал, там, где, кстати, вышло новое видео, короче говоря, ёлка, я уверен, тебе оно понравится, и зацени его, а также поставь там лайки, поделись с друзьями, и всё такое, и, в общем-то, вот вам потерянный эпизод. Чё творим, бро? Меня зовут Серкионис, и это потерянный эпизод удивительного мира Гамбала, под названием «Суицид Дарвина». Я был даже очень напукан, ведь эта серия меня произведывала ещё с лета. Я очень сильно боялся, не хотел делать видео о ней, ведь это слишком жёсткая, потерянная серия, но всё же я решился. Серия началась с того, что Дарвин очень быстро ближе к своей любимой, у него очень хорошее настроение, он со всеми очень приветливый, но вдруг он увидел надпись, что его подружка улетает в Европу. Дарвин чуть ли не заплакал, в это время в автобусе сидела та самая его подружка, она не хотела с ним разговаривать, поэтому выставила пузырь и заговорила вместо него. Дарвин сказал, что она прекрасная, он не видел реальности из-за этой любви. Дарвин спросил, почему она улетает, на что его любовь сказала, что Европа нуждается в ней. Дарвин хотел, чтобы она забрала его с собой, но она отказалась. Двери автобуса закрылись, и пузырь не успел залететь в автобус, и он полетел в небо, к солнцу, и там он лопнул. Как оказалось, его второй половинкой был Гамбл, он хотел поиздеваться над другом, но всё зашло сильно далеко. Дарвин очень сильно плакал и кричал, к нему подошёл голый Гамбл, и сказал, что ему очень жаль и предложил пойти погулять и вместе. Но Дарвин отказался, он сказал, что он покончит с собой, ведь он не может без неё жить. Гамбл сказал, что это не выход, и так делать нельзя, лучше бы он послушаться Гамбла, ведь у него всё ещё впереди. После показано, как Дарвин лежит около гидранта, на которой одет о платье его возлюбленной. На этом всё. Сэл бы Сергеонис, поставил лайк тебе, это всего-то 2 секунды, и мне приятно. И подпишись на мой канал, я бы хотел себе такого крутого подписчика, как ты. А также расскажи об этом видео своим друзьям, ведь ты бы страшный, и они смогут уснуть ночью. И помни, это всего лишь моё воображение.